Неправильно! Это веб-сериал режиссёра Владимира Мирзоева, где он покажет нам мир будущего. Интересно то, что в проекте будут сниматься настоящие актёры и те, кто пройдёт народный кастинг. Я решила поучаствовать, смотрите, что получилось. Можно начинать? Всё, тишина, пожалуйста! Немножко расскажите нам о себе, какой у вас опыт работы в кино? Для меня это не впервые. Я была на массовках в разных фильмах, видела, как снимается кино, потому что моя основная профессия связана с журналистикой. И поэтому я достаточно часто бываю просто на съёмках, вижу, как снимают актёров, актрисы известных. Сама я в первый раз принимаю участие в кастинге в таком. Есть небольшой актёрский опыт мне в кино, на сцене. Вы актриса. Нет, но в душе да. Люди устали видеть красивую картинку и то, что хочется видеть. Кино — это какой-то свет в окошке. Да, я интересуюсь, может быть, не так глобально. Мне нравится Юрий Быков, его кино. Мне нравится Гай Германика. Расскажите про главную идею сериала. Главной идеи нет. Есть множество разных идей, потому что сериал-то длинный, предполагается, да, и сценарий написан, в общем, на 35 серий, может быть, 20-минутных. Поэтому там очень много идей, ну, как и должно быть в хорошем сериале. Много героев, много линий, много праздной философии. Ну, я бы сказал так, что это история общества, в котором естественные для человека импульсы, инстинкты, чувства подавлены. Но природа все равно, так или иначе, в какой-то момент начинает говорить, да. И как бы человека, тоталитарная машина, как бы она не лишала его человечности, да, все равно какая-то базовая природа человека, его желание быть свободным, любящим, коммуникабельным, все равно срабатывает. Кино – это очень многое для меня. Я очень активно занимаюсь всем, чем возможно. Все, что нравится, я сразу за это берусь. Во-первых, то, что кино – это киноискульство, оно просто, кино – это язык, оно вызывает во мне освещение. А скажите, главные герои, как вы выбирали их? Кристина, ну, это сложный, очень сложный вопрос. Тут все срабатывает, тут срабатывает даже не то, как выписан герой, да, а проекция сценария, проекция драматургии на личность актера, на его какие-то особенности, на его психофизику. Ты всегда чувствуешь, вот есть это совпадение или нет. Иногда срабатывает контрапункт, да, иногда, вот, там, герой, герой написан, там, брутальным, скажем, да, оказывается, что актер с более такой нежной, тонкой, как бы, энергией, он в этой роли смотрится интереснее. Для этого и нужен кастинг, чтобы все это понять, прочувствовать, взвесить. Я боюсь, не смогу ответить точно на этот вопрос, но я очень хочу попробовать себя, я хочу узнать себя. Мне кажется, мы все не просто его смотрим, мы заглядываем вглубь, и мы рассуждаем, и думаем над ним. Скажите, а, собственно, народный кастинг, который будет, что вы ждете от людей, которые будут в нем участвовать? Какие, наверное, должны быть качества, чтобы пройти этот кастинг? Ну, может быть, главное, что важно для киноактера, это незабываемое лицо и незабываемая индивидуальность. То есть, в кино хорошо работают лица, которые ты, один раз увидев, не можешь забыть. Вот, собственно, это главный критерий. Вот, понятно, что, может быть, нашим волонтерам, актерам достанутся не такие большие роли, да, но мне бы хотелось, чтобы лица и индивидуальности были особенные. Образование играет роль театральное, я имею в виду, или опыт? Опыт в кино – важная вещь, даже если это небольшая роль или роль в групповке, все равно есть какие-то нюансы, связанные с профессией, да, то есть нельзя смотреть в камеру, скажем, да. Человек неопытный, может, даже не заметив этого, посмотреть в линзу или, так сказать, вовремя совершить все необходимые действия и повторить это 15 дублей. Тоже это требует определенного навыка. Либо хорошей головы. Да, необязательно тут иметь суперобразование, можно просто быть самим собой в кадре и иметь хорошую голову, чтобы все это запомнить, все эти нюансы. Спасибо. Стоп, коллега. Да, да, да. Все, коллега, у нас с собой объект. Да, спасибо. Спасибо.